Молодцы, что такую инициативу проявили. Инициаторами проведения компьютерного турнира стали студенты. Глаза горели, а пальцы рвались в бой. Заманчивое и перспективное предложение развивать киберспорт в УЗИ поддержали. Говоря на сленге игроков, решили «хватит быть лузерами». Да, пожалуйста, это их свободное время, это их хобби, это их интерес. Поэтому мы не просто как бы должны поддерживать это, но в первую очередь и относиться к этому с уважением. Но это же целое большое сообщество, это же целый мир, скажем так, внутри компьютера. Поэтому надо воспринимать это правильно, надо воспринимать это. Пока это не мешает учебе, институт всецело это будет поддерживать. А вот успехом в учебе это нисколько не мешает, знает по себе студент третьего курса Егор Перов. Сессию он сдает на четверки и пятерки, а еще успевает помогать людям. Егор – боец стройотряда. И вот уже как 10 лет является кибербойцом. Мне затянуло, вот уже 2021 год, я все еще играю, мне это интересно. Не ради, знаете, выгоды, а ради общения с людьми. Уже в феврале в Бийске состоится первый студенческий кибертурнир «Геймер-2021». Ожидается, что участие примут больше 200 человек. За поединками будут наблюдать сотни зрителей. С дисциплинами уже определились. У нас пока что две дисциплины – это CSGO и Dota. Также планировалось третье – это World of Tanks. Если турнир пройдет успешно, в следующем году будут повторяться, то, возможно, будут другие дисциплины. Наподобие Хардстоуна, Рокет-лиги. И также World of Tanks можно включить туда. Думаю, это будет вполне хорошо. Такой объемный турнир будет. Планы на перспективу у студентов на самом деле большие. Останавливаться они уж точно не намерены. Многие ребята, которые очень много времени играют в это все, там, в свободное от учебы время, и вообще, в принципе, они прям загорелись, что нужно сделать это прям таким нормальным, ежегодным турниром. И все. Ну, вот и так, в принципе, мы начали над этим работать. То есть у нас есть и афиша, у нас есть и план сетка. То есть мы все проработали. У нас есть определенные ребята, которые всем этим занимались. Вузовский кибертурнир студенты хотят вывести на городской уровень. Они понимают, что нужно догонять европейскую часть. Хотя назвать Бийск отстающим городом сложно. У нас, в том числе и при поддержке Александра Прокопьева, проходят крупные турниры, например, Алтай Опен Кап. В Наукограде есть команды, но для того, чтобы оттачивать свое мастерство и навыки, нужен постоянный соревновательный опыт. Мы сегодня имеем возможность не только быть свидетелями, но, по сути, и участниками развития высокотехнологичного вида спорта. И киберспорт сегодня в стране набирает обороты, в частности, он набирает обороты и в Бийске. И, конечно, ему нужны инициативы. Такие инициативы, как мы сегодня видим в Бийском технологическом институте. Александр Прокопьев уверен, что если поддерживать такие студенческие инициативы, то и сам ВУЗ получит выгоду в виде инноваций и прорывных технологий. Со своей стороны депутат Государственной Думы помог сформировать призовой фонд. Он составит 25 тысяч рублей. В киберборьбу студенты вступят уже 10 февраля. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. День с толком. Успехов вам в проведении турнира.